Бойцовский клуб И другие реализации вытягивания денег из конечного пользователя посредством браузерных концепций Но тогда было все иначе, по крайней мере в начале А почему я собственно об этом заговорил, спросите вы? А все просто Потянуло меня в последнее время на проекты старой школы И совершенно случайно я наткнулся в интернете на игру, которая не просто брала лучшее из БК Но и сумела внедрить новые идеи, которые отлично звучали в унисон со старыми С вами Кенат, рубрика Трезвый взгляд и игра Escelon Что ж, начнем разбираться Сразу оговорюсь, что это точно не игра для тех, кто ждет от игр эффектной графики, динамичных боев и голых эльфиек с пятым размером Игра старой школы, и тут упор идет на текст и картинки Сам мир Escelona представлен нам в виде доисторического прошлого Где древние люди собирались в общины и выживали как могли Вся соответствующая атрибутика тут присутствует Геймплей игры вне города представлен приличной картой, разбитой на квадраты, между которыми нужно перемещаться А перемещение занимает некое количество времени в зависимости от сложности местности На каждом квадрате присутствуют определенные ресурсы и животные Места их нахождения отмечены на главной карте в игре Исходя из логики, на животных охотимся, а ресурсы добываем Начнем, пожалуй, сначала с мирного быта Процесс добычи занимает некоторое время А чтобы исключить добычу на кликерах, после каждой раскопки требуется нажать на одну из трех капчей Сами ресурсы находятся в виде неопределенных предметов И это логично, поскольку древний человек у нас только начал постигать основы мироздания Зато мудрый шаман в курсе всего, к нему на опознавание и несем А зачем все это нужно? В игре очень развита система крафта, и чего тут только нету Всевозможные палки, дубины, мази, банки, шмотки, снасти, инструменты Таким образом добыча становится одним из главных элементов игры, хочешь того или нет Однако мастерам на все руки стать сложно, отчего в игре есть и профессии Обучиться которым можно, выполнив специальные задания Например, стать опытным рыболовом или амбициозным великим искателем Однако быт бытом крафт крафтом А нас, как прирожденных воителей, интересует боевая сторона игры Вот тут как раз и взято все лучшее из бойцовского клуба И подано в новой улучшенной интерпретации На персонажа влияют четыре основных характеристики Телосложение Сноровка, злость и разум Телосложение — это собирательная характеристика, включающая в себя одновременно силу и выносливость Влияет на количество жизни, наносимый урон оружием и грузоподъемность персонажа Сноровка определяет скорость реакции персонажа на все происходящее вокруг действия Влияет на шанс уклониться от атаки и количество возможных очков действия Злость — атрибут, сражающийся со сноровкой, увеличивает шанс нанести критический урон и уменьшает шансы противника на уворот Также эта характеристика немного увеличивает шансы нанести тяжелую травму противника Как и в бойцовском клубе, вы выбираете, куда бить и какую часть тела блокировать Однако есть несколько важных нюансов У вас есть ограничения в 25 очков действия, которых вам требуется потратить Тратить их можно на выставление блоков и программирование ударов Каждый блок стоит определенное количество очков действия К примеру, блок головы самый дорогой В то время как, чтобы заблокировать ноги, много очков действия тратить совершенно не придется Аналогичным, но немного более расширенным методом программируются и удары Первым делом выбирается часть тела, к которой хотим нанести удар Нога, рука, либо голова У каждой части тела есть начальный показатель модификации урона И чем он выше, тем больше очков действия понадобится для нанесения повреждений Далее мы можем потратить дополнительно 5 очков действия для размаха Дополнительная скорость дает больше итоговой силы, но немного уменьшает точность Последним этапом становится выбор части тела противника Голова — самая лакомая цель, но и стоит она наибольшее количество очков действия Таким образом вы можете нанести удар с размаху головой об голову противника За все 25 очков действия, не используя блок И при успехе достаточно серьезно поразить врага После выполнения первых квестов вам предложат выбрать один из двух путей Маг или воин в зависимости от желаний Далее система будет ненавязчиво продолжать развитие персонажа вскользь Предлагая решение пойти по той или иной тропе улучшения способностей С каждым улучшением будет изменяться и внешний вид персонажа Для удовлетворения же всех военных потребностей искушенного игрока В игре предусмотрены не только бои со зверями и дуэли Но и групповые бои и турниры с рейтингами Самое забавное, что все, что тут Панна рассказывал Не охватывает и половину возможностей этой игры И тут задумываешься Почему старая школа опять на голову выше современных поделок? Не сочтите данное видео за рекламу Просто отношу себя именно к игрокам той школы И увидеть реинкарнацию некогда культового проекта В такой обертке просто радость Скажу сразу, игра не для многих, а лишь для узкого круга ценителей подобных вещей Если вы входите в этот круг, то смело пробуйте данный проект Остальным же просьба не писать негативные отзывы Это просто с вашей стороны будет некомпетентно Вы смотрели Трезвый взгляд по игре Эсцелон С вами был Кенат